Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале экзегет продолжаем рассматривать четверо Евангелия, Евангелие от Марка, 12 глава. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградую, и выкопал точила, и построил башню, и отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Ну, по обычаю того времени действительно были такие правила, что можно было приобрести участок земли, устроить на нем, допустим, виноградник, поставить сторожей и нанять работников. И ежегодно посылать своих слуг для того, чтобы те приходили и принимали отчет по проделанной работе. Ну, и, конечно, те деньги, которые вручались за проданные плоды. Но ситуация была связана с тем, что если в течение трех лет на эту территорию никто от господина не приходил, и сам господин, и никто от него не приходил, то в данном случае этот виноградник мог отойти непосредственно тем, кто на нем работал, стать их собственностью. И вот дальше по притче мы в этом контексте уже для себя открываем нечто. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову, отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других, кто били, то убивали. Вот в данном случае делали все для того, чтобы засвидетельствовать, что никто к ним не приходил, и никакого отчета у них не требовал. То есть здесь явное намерение захватить этот виноградник и сделать его своим. «Имей же еще одного сына любезного ему, но последок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Ну вот, по сути дела, как поступили с любезным сыном для господина виноградника. Но мы видим, что акцент здесь Христос делает на словах «постыдятся сына моего». То есть понятно, что ничего чисто формально и юридически предпринимаемое уже не помогало тому, чтобы получить плоды с виноградарей. И тогда вот посылается здесь любезный сын, которого должны постыдиться. Но не постыдились. Выбросили вон из виноградника. И дальше Христос спрашивает, что же сделает хозяин виноградника. Дальше непонятно ответ его или народа, но судя по другим Евангелиям отвечают люди, «Придет и предаст смерти виноградаре и отдаст виноградник другим». Ну, действительно, логика железная человеческого восприятия жизни ничего другого здесь подсказать не может. То есть в данном случае, что тот, кто поступает таким образом, убивает сына господина, может заслужить только смерть. И, конечно, виноградник будет отдан другим. А дальше Господь говорит, «Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый, сделался главою углам. И это от Господа. И есть дивно в очах наших». Ну, на самом деле, в общем-то, все нормально и понятно, что здесь имеется в виду, кроме одного. Что под этим камнем мы должны понимать в своей жизни, в деле своего спасения, который отвергли строители? Вот не случайно Христос говорит, что когда посылается сын, виноградари должны постыдиться сына. То есть в данном случае делается акцент на стыд, то есть на совесть. И мы можем сказать, что по учению Христа совесть – это тот камень, на котором все наше спасение строится. «Если этот камень отвергается и не кладется во главу угла всего дома строительства, то ничего из этого хорошего выйти не может. Какие бы дела благочестия ты внешне не творил, что бы ты ни делал, если совести нет, если не на нее все завязано, то тогда, пожалуй, финал будет только один. Придет господин и придаст смерти такого виноградаря. «И старались схватить его, но боялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли». Ну, в данном случае очень четко здесь обозначен важный момент. То, что Христа религиозные вожди ненавидят, они всячески стараются сделать так, чтобы его погубить, но поскольку боятся народа, а мы напомним, что в данном случае речь идет о Великом Вторнике, когда Иисус вошел в Иерусалим как великий, священный, признанный всеми царь, естественно, любое движение агрессивное в сторону Господа, оно грозило религиозным вождям тотчас неминуемой расплатой со стороны народа, которые почитали еще здесь, в этот день, по крайней мере, Иисуса, как истинного Христа. «И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему». Ну, вот здесь 13 стих свидетельствует о чем? О том, что религиозные вожди, понимая, что просто так взять и погубить Христа у них не получится, делают попытки развенчать Иисуса как Христа в глазах народа. Как это можно сделать? Только путем привлечения каких-то каверзных вопросов или искусительных вопросов, отвечая на которые Господь должен скомпрометировать себя в глазах людей, как истинный Мессия. «Итак, они же, придя, говорят ему, учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать, подать кесарю или нет, давать ли нам или не давать?» Ну, в данном случае вопрос ставится ребром, давать или не давать, подать кесарю. Ну, понятно, что для фарисеев, которые чаяли Мессию, который должен был прийти и освободить их от чужеземного ига, естественно, кесарь был символом этого чужеземного ига. То, собственно, что они ненавидели. И, естественно, для них подать кесарю – это было нечто оскорбительное в их жизни, что они с трудом терпели. Конечно, это знал Христос, но как ответить на вопрос, который поставлен ребром? «Итак, платим или не платим?» «Но он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня, принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им, чье это изображение и надпись. Они сказали ему – кесаревы. И Иисус сказал им в ответ – отдавайте кесаревы кесарю, а Божию – Богу. И дивились ему. В данном случае Христос знает их лицемерие. То есть, какое лицемерие? Во-первых, Ветхий Завет запрещал изображение лиц. Но монеты, которыми они пользовались, имело на себе изображение лица. Более того, в Древнем мире монета являлась собственностью того, чье на ней было имя и изображение. Итак, Господь спрашивает, чье это изображение и надпись. Говорят ему – кесаревы. То есть, это собственность кесаря. Если это его собственность, отдайте ему его. Но важно, может быть, и другое. Спаситель добавляет – Божие, Богу отдавайте. Так вот, в данном случае здесь мы понимаем, что Христос от человека требует того, чтобы то, что Богу в нас принадлежит – это наша душа, это наша жизнь, это наше спасение. Оно должно быть отдано только ему. И больше ни на какие другие стихии мира мы это тратить не должны. Потом пришли к нему садукеи, которые говорят, что нет воскресения. И спросили его, говоря, учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Ну, в данном случае это закон Ливерат, так называемый, или же закон Ужачества, славянский термин. Закон Сродства, согласно которому при смерти мужа у женщины ее за себя должен был взять ближайший родственник. Чаще всего это был действительно брат, двоюродный брат. Восстановить семя брату своему, то есть умершему. То есть рожденный ребенок от этого брака усыновлялся умершему, соответственно, с наследованием всех тех прав, которые по линии умершего ушли. Но садукеи гипотетически приводит возможный случай, когда ни от одного из братьев детей не рождается. И тогда ставят перед Христом вопрос, итак, было семь братьев, первый взял жену и, умирая, не оставил детей, взял ее второй и умер, и он не оставил детей, так же и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей, после всех умерла и жена. Вопрос, итак, воскресенье, когда воскреснут, кого из них она будет женою, ибо семеро имели ее женою. Ну, в данном случае здесь самое главное уловить вот этот нерв искусительности, в чем он заключается, на что давят здесь садукеи. Они пытаются просто перед народом показать Иисуса как сомневающегося в ответе. А поскольку речь-то идет о воскресении мертвых, то есть сомневающегося в возможности воскресения. Но Мессия, конечно, который не может сомневаться в воскресении мертвых, естественно, должен дать внятный ответ. Вот вопрос и здесь ставится ребром. То есть, в данном случае, или же мы должны сказать, что воскресение будет, и тогда ответить точно тогда, чьей она будет женою. Или сказать, нет, я не знаю. То есть, опять же, поставить вот вопрос возможность воскресения. Иисус сказал им в ответ, этим ли вы приводитесь в заблуждение, не зная Писаний, не силы Божьей. Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы, на небесах. Вот в данном случае первый пункт ответа Христа свидетельствует о том, что садукеи не знают силы Божьей. В чем эта сила Божья заключается? Конечно, человеку, облеченного плотью, кажется, что те силы, вложенные Творцом в его естество, это силы вечные, которые должны действовать постоянно. Со всеми вытекающими из этих сил страстями и позовами. Так вот, в данном случае Господь говорит о том, что Бог в воскресении может сделать так, что не во всем будет у человека нужда, и от этого человек будет не страдать, а только наслаждаться. Будут, как ангелы, на небесах. Но Спаситель этим свидетельствует и о существовании ангельского мира, что тоже было очень важно для утверждения слушающих людей о том, что есть духовный мир, поскольку есть и воскресение. Дальше Христос говорит, а о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И так вы весьма заблуждаетесь. Ну вот в этом втором ответе Спасителя мы видим, во-первых, важное утверждение, то, что книгу Бытия написал пророк Моисей. Это не ученые-библеисты говорят, это говорит сам Спаситель. Хотя споров о том, кто является автором книги Бытия, достаточно много. Но дальше мы видим уже ту суть ответа, которую здесь является Господь Судукеем. Он говорит о том, что при купине Моисею Бог сказал, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Важно, что когда Бог при купине встретился с Моисеем, уже около 400 лет никого из живых не было. Ни Авраама, ни Исаака и ни Иакова. И так, если они умерли, то есть и нет воскресения, они растворились, как дым в небытии, то тогда Бог должен был бы представиться перед Моисеем, я был Богом Авраама, Исаака и Иакова. Но он говорит, что я есть Бог. То есть в данном случае для Бога остаются живыми такими же, как и были 400 лет назад, и Авраам, и Исаака и Иакова. То есть они живы, значит, есть воскресение. И вот таким образом Господь отвечает на второй искусительный вопрос. Дальше. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей. Ну, полагают, что это тоже третий искусительный вопрос, который был направлен на то, чтобы запутать Спасителя в своих же ответах, поскольку заповедей было очень немало в Ветхом Завете. И за каждую, неисполнение каждой из этих заповедей, закон, в общем-то, рекламентировал человеку проклятие. Поэтому сказать, какая из них первая, какая последняя, было достаточно сложно. Так вот, в данном случае Иисус, отвечая ему, отвечал ему, первый из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господу Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душой твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Здесь понятно, что Господь цитирует книгу «Бытия», но делает акцент на том, что Бог называется Господом. Это чуть-чуть попозже, конечно, пригодится нам для лучшего понимания вопроса уже Спасителя по отношению к людям. Итак, первая заповедь «Возлюби Господу Бога твоего», а дальше вторая, подобная ей «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше сих заповедей нет. Вот этими словами Спаситель для книжника или для законника, это, в общем-то, слово то же самое обозначает. То есть для человека, который прекрасно владел, по крайней мере, формальным знанием закона, книжники знали от и до, сколько заповедей, знали даже такие вещи, и это было достаточно жестко при изготовлении свитков Торы, сколько слов на строке или в столбце должно быть уписано, чтобы Тора была признана работающей, а не нечитаемой. Так вот, в данном случае Господь, действуя на сердце этого человека, выводя его за пределы схоластики, из законничества, свидетельствует все-таки о том, что есть главная заповедь, а есть второстепенная. И мы видим, что сердцеведец Господь очень четко попадает, достигает цели. «Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжения и жертв». Вот этот очень важный вывод, который делает перед Христом этот человек, пожалуй, свидетельствует о том, что действие Слова Божия на сердце человека способно совершать великие прорывы для этого человека в деле спасения. Ведь следует признать, что для современных Христу иудеев одним из достаточных и необходимых условий было исполнение дел закона. Причем можно точно утверждать, что вне зависимости от того, что при этом чувствовало сердце или не чувствовало сердце, просто механически исполняешь закон, и это есть важнейшее условие того, что Мессия пришедший ведет тебя в свое царство. Но вот здесь мы видим, что человек свидетельствует о том, что любовь к Богу и к ближнему больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». И после этого никто уже не смел спрашивать его. В данном случае Спаситель свидетельствует здесь и перед нами очень важную истину, что как только человек доходит до сознания того, что любовь – это то, ради чего человек существует на этой земле, любовь к Богу и к ближнему, то он становится очень близким к Царству Божию, то есть к своему личному спасению. И вот дальше читаем 35 стих. Вот, по сути дела, здесь мы видим, Господь приводит слова псалма, мессианского места у ветхозаветных иудеев эпохи Христа Спасителя, где Господом называется как Бог, так и Мессия. Сказал Господь Господу моему. Так вот, в данном случае, почему этот вопрос ставит Христос перед людьми, слушающими его? Он хочет засвидетельствовать перед всеми, что религиозные вожди, которых он только что разоблачил, имеют неправильную веру в Мессию, потому что для них Мессия был только сыном Давидом, с наследованием всех тех атрибутов царских, которые царь Давид имел – славный, красивый, богатый, сильный. Но здесь сам Христос о себе свидетельствует, что он есть Бог, поскольку термин, используемый и к Богу, и к Мессии один – кириос, Господь. Нечто подобное мы используем, когда, допустим, читаем символ веры и по отношению ко Христу говорим, что он есть Бог истинный от Бога истинного. Мы говорим не о том, что два Бога, мы говорим не о том, что два Господа, мы говорим, что это одно и то же. А за Отец единый истма. Так в Евангелии от Иоанна мы прочитаем эти важные слова. «И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии поедающие дом и вдов, и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». Ну вот в данном случае очень кратко здесь Евангелие от Марха передает ту глобальнейшую беседу, которую мы найдем в 23 главе Евангелия от Матфея. Беседа, которая сопровождалась неоднократным проклятием со стороны Спасителя в адрес книжников и фарисеев, лицемеров. Горе вам, так говорил Господь, по сути дела свидетельствуя об одном, что внешнее делание, прикрывающее отсутствие добрых истинных плодов веры, которые должны были бы иметь фарисеи и книжники, оно сделало из них людей, неспособных для любви к Богу и к ближнему. Оно сделало из них людей, неспособных к истинному покаянию. И именно эта страсть, сребролюбие, которое руководило ими, поедающие домы вдов, сделав их жестокими людьми, то есть обирать вдов, это, наверное, уже последняя степень жестокости сердечной человеческой, по сути дела ходатайствовало для них только осуждение, то есть невозможность спасения как таковое. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Это событие последнее Великого Вторника, так традиционно оно понимается из, ну, помимо бесед, которые Христос произнесет. Итак, сел против сокровищницы, смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Итак, женщина кладет в сокровищницу Иерусалимского храма кадрант или две лепты. Много это или мало. Ну, вот по подсчетам исследователей, надо сказать, что один динарий составлял одну четвертую кадранта. То есть, в данном случае получается, что женщина имела очень немного, даже в приложении, к тому прожиточному минимуму, который в то время у иудеев был. Так вот, в данном случае, вот это все, практически ничего, что она имела, она отдает Богу. Естественно, женщина могла руководиться в этом случае только любовью к Богу и больше ничем. И поэтому Господь, прославляя ее, говорит, что она положила больше всех, потому что остальные клалят избытка своего. Вот, по сути дела, это тоже один из критериев для каждого из нас, что такое истинная милостыня и истинное милосердие. У, кажется, блаженного Феофилакта по этому поводу есть такие слова. Милостыня, истинная милостыня определяется не тем, сколько дал, а тем, сколько себе оставил. И вот этим событием заканчивается 12 глава Евангелия от Марка. Продолжение следует...